Концертное платье Жанны Фриске стало лотом на благотворительном аукционе предпринимательского форума «Сделано с любовью, заряжено добром». В Красногорск его представить приехали сестра и отец певицы, именем которой назван фонд. Организация поддержала марафон с говорящим названием, который прошел в ДК Подмосковья. Наша цель – объединить предпринимателей в Московской области, объединить все сообщества, которые существуют. Например, это «Нежный бизнес», «Леди бизнес», это «Торгово-промышленная палата» и так далее. Рассказать о новых мерах поддержки. Нам очень важно познакомиться с нашими соседями. Активные наши жители, наши предприниматели, наши бизнесмены, наши актеры хотят принять участие в форуме «Сделано с любовью, заряжено добром». И сейчас количество лотов равно уже 30. Большую часть этих лотов уже выкупили. Эльмира Хаймурзина на аукцион выставила трехтомник о русских музеях, который моментально ушел с молотка и сама выкупила фотоаппарат «Зенит». Также были выставлены футболка с автографом Елены Яковлевой, ужин с певицей Аллой Рит и несколько картин. Розыгрыш вели в зале Дворца культуры и заочно в течение всей недели. Мы взяли картину нарисованную и куклу вручную работы. Мы сегодня поджертвовали порядка 50 тысяч рублей, потому что это нужно сделать, это важно для людей. Как озвучивали здесь то, что есть два человека, которым нужна эта помощь, им решили не скупиться и забрали практически самые большие лоты. Выкупленные лоты разместят в офисе красногорской фирмы «Иванполе». Компания также стала участником выставки-ярмарки на этом же форуме. 10% выручки от реализации товаров тоже заряжены добром и отправятся на общий счет в пользу двоих детей. Андрея Грибкова из Дмитрова и Ксении Столповских из Красногорска. Их разделяют города, но объединяет один диагноз – ДЦП. ОФК, массы, массаж. Тоже логопеды, дефектологи занимаются. Но еще как бы занимаемся дополнительно логопедом. Тоже ездим, нашли специалиста, который работает именно с такими тяжелыми детками. У нее большой стаж. Просим помощи для реабилитации, чтобы вот она прошла действительно какой-нибудь такой курс. Надежда с дочкой переехала в Красногорск, как только узнала об открытии коррекционного центра созвездия. Сегодня ее Ксю – ученица второго специализированного класса в том самом центре. Всего же в учреждении насчитывается 70 детей с церебральным параличом. И благотворители нужны почти всем и почти всегда. И после столь сложного года провести такое мероприятие в рамках благотворительства, в рамках того, что идет вот отсюда, это очень здорово. За это низкий поклон. Особо я хотел бы отметить наших дам, женщин, потому что даже по статистике 60% малого бизнеса в России – это женщины. Потому что наши женщины всегда кидаются туда, где мужчины порой не справляются. С вице-президентом торгово-промышленной палаты России солидарный руководитель округа бизнес не только выжил в пандемии, но и помогает ближним. Форум еще должен научать нас к тому, к чему мы не привыкли, в том числе бизнес российский. Но когда я говорю «не привыкли», это значит, что этого нет массового. Я говорю о культуре меценатства и благотворительности. И в нашей истории, в текущей, это скорее какие-то удивительные случаи отдельные, чем мы увидели, что это такая системная работа. Могу сказать про красногорский бизнес. Красногорский бизнес никогда нам не отказывает. Многие из вас никогда нам не отказывают, когда мы обращаемся за помощью. Никогда. Более того, бизнес-вумен Красногорска выступили инициаторами этого благотворительного сбора и позаботились о деловой программе. Сразу несколько лекций и мастер-классов прошли в течение дня. Так соседка из Митина Марина Тотская рассказывала, как монетизировать подписку в Инстаграм. Огромная часть людей сидит в Инстаграме и готова поглощать информацию просто в тон. Главное ее классно преподнести. Не размазывать, а четко, конкретно и показать, что вы и есть. В середине деловой программы форума было собрано 270 тысяч рублей. Это без малого столько, сколько хотели собрать организаторы для двух больных детей. В планах помочь 20 малоимущим семьям, в которых справляются с диагнозом ОВЗ.